Одним из тех, кто участвовал в Сталинградской битве и видел все собственными глазами, является наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Несмотря на свой почтенный возраст, он по-прежнему встречается с молодежью, проводит уроки мужества, чтобы рассказать настоящую правду о том страшном времени. Василий Васильевич Вертель – почетный и долгожданный гость в любом учебном учреждении нашего района. В этом году в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы он побывал в Славянском сельскохозяйственном техникуме. Рассказы Василия Васильевича – это живая история Великой Отечественной войны. На фронт он ушел в 1941 году и провоевал до конца войны. Был четырежды ранен, награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, был участником трех парадов в Москве. Василий Васильевич служил в разведке. В 1942 году его дивизию перебросили под Сталинград. Бои там были настолько кровопролитные, что за считанные дни от дивизии, а это около 12 тысяч солдат, в живых осталось только 360. И вот мы в бой вступили 17 июля 1942 года. Это граница Ростовской области и Сталинградской, река Чир. Это Чернышевская, Белевская, Клецкая, вот в этом районе. И мы занимали где-то около 30 километров обороны только нашей дивизии. Что такое Сталинград? Если бы Сталинград взял немец, сразу пошла бы Япония и Турция держали войска против Советского Союза. Но Сталин и его руководство учители это дело, не дарят сдать Сталинград. От Сталинграда Василий Васильевич дошел до Кенигсберга. Географию своей страны, а также Украины, Белоруссии, Европы знают не из учебников и карт. Он по всем этим землям прошел собственными ногами. Участвовал в освобождении десятков городов и сел. И пусть многие сегодня пытаются переписать историю, утверждая, что советские солдаты не были освободителями. Василий Васильевич уверен, правду, что он знает, будут помнить и передавать из поколения в поколение нынешние ребята. Украинцы, даже некоторые, вот сейчас по телевизору смотрят, говорят, мы сами себя освобождали. Да зачем? Я Донбасс освобождал. Вот шахты, Ровеньки, Даровка, Свердловка, Куйбышев, который на реке Минусы, я как раз там под гранату попал. Вот тоже галат меня выбило, лицо побито было, рука вот поранила, под гранату, на передний край подползали за языком. После этого пошли на Украину, Винницкая область, Скадовск. Скадовского пошли на Каховку, Малая, Большая, Днепр, на той стороне не этот город Береслав. Вы представляете, сколько украинцев освобождало. А у меня украинцев, в сути дела, не было. Вообще были вот Донбасс, от Кубани, с севера, от Владивостока. Откуда только не было разведчиков, так же и там. Поэтому освобождали мы Украину. Студенты воспоминания ветерана слушали, затаив дыхание. Василий Васильевич с детальной точностью и правдивостью рассказывал студентам об очень многих эпизодах Великой Отечественной войны. Хоть вспоминать каждый раз это совсем нелегко. Слишком много боли пришлось пережить. Битва была страшная. Рассказывать тяжело. Это, знаете, трудно понять. Это, как говорится, надо испытать. Я, конечно, не хочу, чтобы вы испытывали. Вы прожили все 75 лет, вот будет дата, без войны. Это прекрасно. Прекрасно. Дай Бог, чтобы еще этой войны не было. Чтобы еще одно поколение прошло. Многое из того, что рассказывал ветеран, никогда не прочитаешь в книгах. Подобные личные воспоминания о Великой Отечественной войне цены тем, что это живая история нашей страны, отраженная в судьбе одного человека. Это настоящая правда, которую мы не можем позволить забыть и переписать. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События». Монастыренко, Игорь Иванчиков.